Здравствуй, мой друг, как твои дела? Скажи-ка ты мне. Сейчас мы посмотрим крутой ролик о том, как я зап... А, не, подожди. Для меня записали гайд, ё-моё. Как в ЛАДВМ дойти без доната до Рауля гайд для новичков. Ну, то бишь, гайд для Розе. Там прям на превьюшке написано. Я не видел, честно говоря, этот ролик был снят полгода назад. И мы сейчас немножко, ну, посмотрим его и пообсуждаем. Я немножко посмеюсь, потому что... Итак, ребят, всем привет. С вами Артём Командор. Сегодня у нас будет такой отчёт, да, так скажем, за 8 дней, что он нас нафармил твин за 500 ламатов. По факту твин бесплатный. Просто, говорю, так, вот-вот, покажу, что это обсуждение. Твин бесплатный, создан вчера. Просто вчера создан. В нём ноль доната. А почему? Давайте сразу поговорим. Поговорим. Видим вот этот четвёртый скилл. Это вспышка ауры. То бишь, если твину неделя, он за неделю не нафармит вспышку ауры, можно божественной вспышкой. Это ещё была дапа, так сказать, арбов. И это просто там шарик, ещё дополнительная тычка вылетала. Это как сейчас 3 шарика вылетают вообще. Имба арбы стали. Врёт изначально. То бишь, только создал перса. Персу неделя. Уже, ну, заточенные вещи. Там он что-то точил, продавал. Короче, ну, не может быть такого. 120 лямов адены. Обратим внимание. 120 лямов адены. Если там твин сможет... Не, ну, слушайте. Ну, вам как бы надо ещё красные скиллы приобрести за адену. Как минимум. За 27, за 5 лямов адены. Это 30 лямов. Ну, то бишь, если твину неделя, как бы вы не могли бы так нафармить без вложений. За божественную вспышку, что я говорю. То бишь, этот скилл апается красным скиллом. Который можно купить у клан-торговца за полторы тысячи арденов. И то есть, что мы с этого делаем выводы. То, что, ну, чувак изначально врёт нам. Этому персу минимум 3 месяца. Может, 2 месяца. Я предполагаю, что он его взял. Как он говорит, за 500 алмазов. Создал. Он его создал за 500 алмазов. Асоль на тот же самый твин. Ничего я тут не апал. Ничего не делал так, да. Но для начала, да, я хочу ответить. Знаете, ребят. Я хочу ответить на комментарий, короче, этого. Розе. Розе, кто не знает, это у нас крупный достаточно видеоблогер. Lineage 2 Mobile, да. Делал комментарий у нас тут. Давайте-ка я его прочитаю вам. Ну, давай с нуля, как без доната, без вложений. Я делал ролик, что можно играть без доната, без вложений. И, как я понимаю, ну, я сказал, что можно дараулил идти за полгода, да. И вот человек, Розе, не верит, не верит. Какому тысячелетию дать видео, да. Розе, вот для тебя, короче, отвечаю, да. Раз ты не веришь, да. Для меня, ты знаете, для меня это очень забавно, очень... Потому что, насколько я знаю, Розе у нас играет тоже со старта игры. То есть, достаточно плотно играет. Почему для него это загадка, как дойти дараули, да. Розе, смотри, вот я показываю, да, как дойти дараули. Так, ремарочка. Я сразу говорю, я играл сложный путь, выбрал. Я выбрал игру в одно окно. Не, ну, изначально у меня были твины, потом я их раздал. Ну, я хотел поиграть в одно окно, но это самая большая ошибка. В этой игре надо хотя бы 3-2 окна играть. И тогда у тебя что-то будет получаться. И интереснее намного играть. 2-3 окна. Потому что там мы скупаем магазин. Пока один твин скупает магазин, мы играем другим твином. Делаем квесты, точим вещи и все такое. А потом меняемся. Другой стоит на споте, фармит, а переключаешься на другого твина и играешь. Я выбрал очень сложный путь. Это, можно сказать, в одно окно, без доната, без вложений. Ну да, один донат я сделал, за которым он будет говорить, что я там 15к ГРН вложил, короче. 4к ГРН я потратил за все время игры в этом. На 2 пака, где было 200 карт. 200 карт класса, 200 карт агатюны, 200 кристаллов души по 11 раз. Очень вкусные паки. И как бы пришлось задонатить, мой чар нереально вырос. Там и около 40 точностей, и урон умений, и чисто из-за донатных кол. То бишь я закрыл, короче, 4к ГРН, и я влил дядюшку Розе. Смотри, вот у нас есть Рауль. За сколько? За сколько? Вот Рауль, как раз тоже человек на магии играет. То есть не на магии, а классно на магии, да? Вот есть Рауль. 4 фиол скилла, 80 тысяч алмазов примерно, да? То есть это видео как раз таки для тебя. То есть вот ты его можешь купить здесь, условно говоря, за 80 тысяч алмазов. Как наформить 80 тысяч алмазов? Вот я сейчас показывал аккаунт. Это абсолютно нулевый аккаунт. Все, что тебе нужно сделать, таких-то аккаунтов в 20 штук создать. Да, это будет, короче, это будет, как сказать, не так, что легко, что ты взял и создал. Нет, не так легко. То есть на это надо будет потратить какое-то время. 2 часа в день, 2-3 часа в день. У меня примерно 20 аккаунтов, 2-3 часа в день уходит, да? Для меня это много. То есть я не буду создавать 20 аккаунтов. Я 3 часа в день на 20 аккаунтов. Поточить шмот, выставить на аукцион. И также на продолжение дня нужно следить за 20 аккаунтами, чтобы их там не слили. Ну, если, конечно, у него нет там софта от мы знаем каких блогеров, потому что я не знаю, почему не банят за это. То, что нет каких-то законов, наверное, законных оснований банить за распространение ботоводства, RMT, вмешательства в игру. Почему NCSoft не купит этого бота и добавит там список бота, чтобы ихний Гуарт находил этого бота? Я не знаю. Без понятия. Им виднее, наверное, они считают, что эта игра умрет, если тут не будет ботов. Возможно. И то бишь, 2 часа в день, 2-3 часа в день. То, что мы тратим на 20 аккаунт. И сейчас такие, я там представляю, RMT-шники такие, 20 аккаунт без софта в день, 3-2 часа. Ну, он пиздец. На этом мы закругляемся. Сейчас вы видите моего перса, в котором, ну, пускай 5к алмазов. 5к алмазов перс, к которому я приобрел все синие скиллы, 2 красных скилла. Шмот мы будем брать. Я прохожу каждый день квесты, потому что стартанула программа для новичков. Мы можем создать различные красные на постоянную основу, проходя квесты. Там в прошлых видео я все рассказывал. Лорды я купил за 1500 алмазов. На твине вставил вот 15% мотива Евы. Потратил около 10 лямов знаков поручения, чтобы вставить мотив Евы. И то мне повезло, потому что у меня еще один есть твино, к которому я пытался вставить тоже там обилочку. У меня ушло около 15. Вставил только 4 уровня. Видим, плащ дракона я уже взял. Никаких тут нет цифр, что он когда-то пропадет. Он привязанный. Чешуя дракона божества. Очень крутой буст. И также кольцо апнул. Ну, пока плюс 6%, потому что 8, там 0,5%. Именно восьмерочку процентов. И, как бы, берем обычный калькулятор. Давайте посчитаем. Тот твин, что он показывает, ну, такое, брать такого твинка и 3 часа в день на 20 окон с такими твинками, ну, это чушь полная. Вам придется минимум по, там, я не знаю, по часов 6 сидеть на этими окнами, выставлять, точить, обдумывать, распределить эти окны на все разные сервера, потому что, чтобы для большего профита было. Короче, в целом, берем окна по 3к алмазов. Давайте по 3к алмазов берем окна. Умножаем на 20. Получаем 60к алмазов. Нам еще нужно ПО купить к этим окнам. Плюсуем 20к алмазов ПО. 80к алмазов. Играйте вместе с Розе. Экономьте время свое. Представьте, мы берем уже сразу 80к алмазов. Мы не тратим время, полгода, год на Рауля. Мы сразу покупаем Рауля и уже отталкиваемся от Рауля, развиваемся дальше. Потому что тот Рауль, что он показал, стоит 80к алмазов, будет вам приносить, ну, я бы сказал, где-то 30к алмазов в месяц. Ну, примерно. С этого Рауля там сможете через разные ресурсы. Я к этим ресурсам не имею никакого отношения. Мне вопросы такие не задавайте. Я просто знаю, это есть. Почему это не банится, не мониторится NCSoft. Потому что это тоже, как бы, достаточно портит игру. В плане того, что новичков нет. Только перекупаются, перепродаются аккаунты. И в таком плане развивается дальше игра. И то бишь, вот этот Рауль, которого вы купите за 80к алмазов, вы будете им фармить, там, развиваться. Вы даже будете на какие-то мероприятия ходить, там, в катакомбах отступника у кого-то нагнете. Там, в Некрополе 2-3 раунда сможете спокойно проходить. Розе херню не посоветует. И у этого человека, которым мы сейчас смотрели видео, 4 месяца назад что-то перестал выходить контент на канале. Я скажу, почему. Потому что вышел Найт Кроу, упали цены на аукционе. Ну, я приведу пример. Краснуха стоила тогда по 800 алмазов. Это барыжная краснуха, которая сейчас, ну, идет на алхимку в основном. Это 250-280 алмазов можно выцепить на аукционе. Чтобы вы понимали, какой уровень. И 2-3 часа это полный бред. Если вы новичок, вы не знаете ничего об игре, вам нужно изучить споты, где фармить, где лучше. Где какие вещи точить, что продавать и так далее. 2-3 часа в день. Там 5 окон для новичка. Это большая нагрузка. Это нереально. Когда ты живешь обычной жизнью. У тебя работа, дом, дети и все такое. Тебе это нахер не нужно напрягать свою голову в направлении непонятно чего. Когда у тебя есть куча забот, куча всяких дел, которые тебе нужно решать в реале. И тебе придется напрягать свой мозг. Когда у тебя голова уже забита другим. Но это нереально. Это казино, в которое ты вложил, вот как Гэтсби. Он проводил стрим для желающих. Он крутил алхимию. У него было 30к алмазов. Он просто берет с аукциона кольца. Берет краснуху, точит бежу. У него там получается около на 5 круток точенной бежи. И с этих 30к алмазов он выкручивает с алхимией 70к алмазов. Ну то бишь казино. О чем я и говорю. Если включать голову, можно играть в 2-3 окна. Спокойно с одного окна на другое переходить. Переставлять с данжа в данж. Скупать вот этот магазин. Точки. Ну как я уже ранее сказал. Мы играем одним чаром. Точим вещи. Проходим квесты. Апаем перса. Вот чтоб вы видели персу 2 недели. Можно прям посмотреть по шмоту. Потому что шмот ивентовый. Это начальный шмот. Если вы новичок, вам красный шмот сразу дают. И донатную бежу. Ну не всю. Но все равно. Большую часть бежи дают плюс 3. 16 дней персу. Персе 5к алмазов. Вот статы. Неплохо. Нижние локи Орена. Он стоит. Логово Антараса. Прекрасно стоит. Вели вот этот данж. Который нам дает фармить очень неплохо адену. Очень жизневажный ресурс. Который нам помогает. То бишь я до сих пор жду видео. Если кто запишет. Как без доната. Без вложений. Еще раз говорю. Донат. Подразумевает. Донат. Само слово донат. Это вложение средств. И когда чувак говорит без доната. Но 500 алмазовый твин. Как он утверждает. У него сапнутой вспышкой. Который он никак за неделю не нафармит. Хоть он там будет. Я не знаю. Никак. Вообще никак. Не знаю как. То бишь ему надо вложить эти 500 алмазов. Чтобы этот перс у него был. Это уже донат. Это донат. Иного рода. Но донат. Это донат. Если тебе нравится мой контент. Ты хочешь меня поддержать. Лайк. Подписка. Обязательно. И так же под видео есть кнопочка. Стать спонсором дядюшки Розе. Нажимаешь на нее. Становишься спонсором. И дядюшка Розе еще лучше делает контент. Будет развиваться. Делать интересные вещи. Всем пока. И до новых встреч.